Здравствуйте! Это программа «Контрольная поездка». В качестве автомобильного чайника по-прежнему выступаю я, Игорь Черский. А в качестве крупного эксперта мы сегодня пригласили Александра Краснова, владельца салона поддержанных автомобилей. Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня мы расскажем вам о поддержанных автомобилях из Германии трёх пятилетней давности. И попробуем с максимальной точностью рассказать вам о всех хитростях, тонкостях, связанных с выбором и покупкой данного автомобиля. Более того, один из этих автомобилей мы специально для вас протестируем, и в конце вы получите о нём самые полные впечатления. И в конце нашей пробной поездки вы получите подробный отчёт, на основании которого вы сможете сделать правильный выбор в деле покупки автомобиля. А какой автомобиль конкретно мы будем сегодня тестировать? Сегодня мы будем тестировать автомобиль BMW семейства бизнес-класса, пятой серии, 530-й полноприводный автомобиль BMW. Бензин, дизель? Бензиновый. А год выпуска? Год выпуска машины 2005-й. 2005-й. То есть практически свежий. Не прошло 4-х лет. А по каким кольцам, срезам, я не знаю, каким-то ещё годовым отметинам можно определить, сколько владельцев было у этого автомобиля до этого? Определить, сколько было владельцев у данного автомобиля очень просто. Потому что есть на это определённые соответствующие документы, где чётко совершенно указано, сколько было владельцев. Так как эта машина непосредственно из Германии, привезённая сюда, то, соответственно, в немецких документах есть совершенно чёткие указания, сколько у него было владельцев. Обычно для трёхлетних машин это один хозяин. Но я надеюсь, эти документы не подделываются. Там есть какие-то признаки, что этот документ настоящий? Все документы, конечно, идентифицируются. Все документы имеют непосредственно какие-либо печати, какие-то голограммы и всё остальное. Но скажем так, всё очень просто. Если машина ввозится в Российскую Федерацию из-за границы, из Германии или из любой страны Евросоюза сюда, она не может пройти нелегально. То есть она, если ввозится легально в Россию, то на это имеются все соответствующие документы. Её по-другому ввести невозможно. Всё, что ввозится какими-либо другими путями, это неофициально, нелегально и не имеет права на жизнь. И у них, соответственно, уже этих документов нет? Ну, конечно, безусловно. У них нет таких. У них могут быть только документы, как подделка, подделочные документы, но это совершенно другое. Интересует вопрос. Вот вся история попадания автомобиля из Германии сюда. Вот с чего начинается история автомобиля? Нет путей попадания автомобилей в Россию, то есть покупки их из дальнейшего ввоза сюда, имеется несколько. Я буду рассказывать, естественно, про официальный путь, потому что наш автосалон занимается только таким путём покупки и продажи автомобилей. Всё на самом деле достаточно просто. Человек, это может быть физическое лицо, это может быть юридическое лицо, они покупают автомобили в Германии. Каждый это делает по-разному. Значит, у кого-то есть партнёры в Германии, немцы или русские, которые живут в Германии, которые занимаются этим бизнесом там. Таким образом машина покупается, машина проверяется там, разумеется, всё это там осматривается и делается какое-то некое предложение. Машину можно покупать отсюда вслепую через интернет, можно ехать в Германию, покупать машину там. Что касается нашего автосалона, у нас есть хороший проверенный немецкий партнёр, многолетний, который живёт там и покупает машины непосредственно там, только у официальных дилеров и на официальных дилерских станциях. А вот в Германии, в принципе, существует практика попытки, ну, как у нас, впарить какой-то автомобиль с какими-то скрытыми дефектами. То есть там где-то что-то закрашено, где-то что-то прикручено саморезами, или там вот в процессе, когда автомобиль переходит от его первого владельца, там, скажем, в центр, трейд-ин или ещё куда-то, он тщательно диагностируется и всё это выявляется сразу. Или может автомобиль с какими-то скрытыми дефектами всё-таки пройти? Безусловно, есть такое направление в деятельности у немцев, скажем, это турецкие автосалоны, да. Это достаточно распространённая система продаж. Турки покупают битые машины за буквально копейки. Потом восстанавливают их, это несложно сделать в Германии, всё есть, всё под рукой, запчасти, всё остальное. Это целые базы, станции, такие, ну, площадки, на которых всё это делается. А после этого машина точно так же выставляется в тот же интернет, там, ещё какая-то реклама даётся на это. К большому сожалению, если покупать у таких людей, то легко нарваться на машину, ну, скажем, непригодную для дальнейшей эксплуатации, для дальнейшего использования. Вот. Если же машины покупаются в официальных дилерах, на официальных станциях, практически это риск сведён к минимуму. Машины все проверенные, машины хорошие и обслуженные, что немаловажно для последующей продажи здесь в России. А как отличить, что вот это вот не турецкий этот самопал? Ну, к большому сожалению, для рядового обывателя, человека, который не очень хорошо понимает в этом, это сделать достаточно сложно, может быть, даже в какой-то степени и невозможно. Потому что сказать можно что угодно, и рассказать можно тоже, да, всё что угодно совершенно. Поэтому, в первую очередь, человек должен смотреть на эту машину, видеть её, как следует проверить её. И если человек испытывает какие-то некие сомнения в чём-то, то есть такая неплохая практика, как поездка к официальному дилеру в России, в какой-либо автосервис, этой марки, которую он хочет купить, и сделать там достаточно доскональную и тщательную проверку данного автомобиля. Ну что же, Александр, очень подробно вы рассказали, спасибо огромное. Я думаю, наши телезрители уже кое-что полезное из этого вынесли. А теперь я предлагаю пройти к машине, прямо на ней посмотреть, куда стоит смотреть в первую очередь, чего щупать, чего нюхать и чего изучать. Давайте, с удовольствием. Пойдёмте. Ну, насколько я понимаю, вот так и выглядят подержанные BMW. Вот так выглядит подержанная трёхлетняя BMW. Четырёхлетняя? В данный момент уже четырёхлетняя, только недавно ещё была трёхлетней. Время летит. Ну что же, как-то вот спереди можно определить, что она четырёхлетняя, хоть по какому-нибудь признаку? Визуально рядовой потребитель определить не сможет ничего. Ага, только на ощупь он может определить, да, я правильно понимаю? Только на ощупь и только по определённым тестам. Давайте откроем капот. Здесь обычный крючок, где-то снижу здесь или как это? Здесь вот прямо под эмблемой находится небольшой такой крючочек, который надо поднять, и он автоматически откроет крышку капота. В этом автомобиле под капотом находится стандартный шестицилиндровый рядный двигатель объёмом 3000 кубических сантиметров, мощностью 258 лошадиных сил. Достаточно надёжный новый мотор. И мощный, что позволяет, в общем-то, выжать из этой машины всё, что возможно. А какой у него ресурс? Как известно, баварские моторы, а это именно баварские моторы, являются самыми энергоёмкими, ресурсоёмкими, так можно сказать. Поэтому здесь, я думаю, что спокойно этот мотор выдерживает 500 тысяч километров без всевозможных капремонтов, а то и больше гораздо. Понятно. А сколько тысяч километров уже выдержал этот мотор? Вот этот мотор на этом автомобиле уже выдержал 50 тысяч километров. Для машины такого уровня и такого мотора, в общем, это, скажем так, ничего. То есть на этой машине ещё у неё очень большой ресурс. И тем не менее, вот когда проверяют, да, машину уже заводят, как-то слушают движок, из маслозаливной горловины должен повалить какой-то дым или не должен. Если с машиной всё в порядке, то ничего подобного не должно произойти. У машины должен работать абсолютно чётко двигатель, не должно быть лишних шумов, не должно быть лишних вибраций, колебаний и всё остальное. Если двигатель работает тихо, как часы, значит, всё с ним в порядке абсолютно. Если мотор шатает во все стороны, что-то такое происходит, или вы слышите посторонние шумы, может быть, какие-то звонкие шумы оттуда, да, то тогда, безусловно, надо смотреть. Значит, уже что-то не то, уже что-то не в порядке. Хотя, опять-таки, вот сейчас холодная погода, да, и если машина стоит на холоде, ну, при неразогретом двигателе вы будете слушать некую детонацию, она будет в этом происходить. В общем-то, здесь ничего страшного нет, пусть только машина прогреется, она заработает, опять-таки, достаточно чётко. А, и, кстати, да, кстати, 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 чуть не забыл. У двигателя должен быть номер, у кузова должен быть ВИН. Безусловно. Где это можно проверить, посмотреть, узнать? Любой человек, который открывает капот автомобиля, должен посмотреть ВИН-номер. ВИН-номер... Если он собирается покупать... Да, ВИН-номер автомобиля БМВ 530 находится вот здесь вот. Ага. Вот здесь выбит номер, заводским способом. Цифры идеально ровные. А он что-то означает? Всё соответствует. Ну, то есть какие-то цифры... Это же является и номером кузова. Ага. Но ВИН-номер – это номер кузова. Понятно. Поэтому, если же здесь человек почувствует, увидит или что-то, где-то, какую-то кривизну цифры, как... То есть чисто это визуально надо посмотреть. Да, то это могут возникнуть некие сомнения. Номер двигателя находится достаточно глубоко и без специалиста, без эксперта в этой области с длинным зеркальцем, с таким... Просто человек не сможет это увидеть. Вы же есть специалист в этой области? Эксперт, может сказать? Нет, эксперт, я имею в виду экспертиза в ГАИ. А, я понимаю. Человек специализирующийся, да. У вас нет двигателя. У вас нет двигателя. Эксперт, который может проверить номер двигателя. Человек визуально не может его увидеть, потому что он находится достаточно глубоко. Я думаю, по мотору все, мы можем его закрыть и перейти к осмотру остальной машины. Игорь, как вы чувствуете себя за рулем автомобиля? Какие у вас ощущения от езды по вот этой неприятной дороге в виде каши снега, льда и воды? Ну, в общем, ощущения у меня точно такие же, как от езды на любом автомобиле BMW. Это ощущения, как от езды, в общем, на поезде. Потому что этот автомобиль держит дорогу вот абсолютно. Вот его отпусти, он все равно будет катиться абсолютно прямолинейно, поступательно. То есть он всегда производит впечатление чего-то такого очень тяжелого и надежного. А он что, действительно очень тяжелый? Или это просто так кажется? 1600 килограмм вес именно в этой модели. Ну, то есть достаточно тяжелый для такого седана, небольшого. Но вы ощущаете все-таки, что мы едем сейчас на полном приводе. Потому что если мы ездили с вами, например, на классическом заднем или там даже на переднем приводе, это все равно была бы другая езда. Здесь на этой машине классический полный привод с распределением тяги 60 на 40, 60 назад, 40 наперед. И она производит впечатление достаточно такого устойчивого транспортного средства, на котором ехать приятно. Да, вот я как раз об этом и говорю. То есть вот это вот, что называется, уверенность на дороге. То есть абсолютно уверенно себя чувствуешь. То есть вот машина держит дорогу просто идеально. Даже такую скользкую, мокрую и, в общем, неприятную. Да, потому что если еще по асфальту как-то мы ехать можем, в общем-то, на любом приводе, и это не будет сильно ощущаться, то участки, где есть какой-то снег, гололед, что-то такое, на обычном приводе мы бы сразу это почувствовали и поняли, что это совершенно другая езда. А здесь действительно все очень надежно. Все очень надежно. Поэтому именно для езды по нашим условиям российским, по нашей погоде, это достаточно неплохой выбор полноприводного автомобиля. Он имеет большие преимущества, я считаю. Скажите, Александр, а вот если бы в этой машине было бы что-то не так? Вот я бы уже, что мог услышать, какие посторонние шумы я мог услышать, какое биение я мог почувствовать, вот что я мог ощутить? В процессе езды, в первую очередь, что вы могли бы ощутить, Игорь, это, конечно, ходовая. То есть она бы гремела? Да. На ровной дороге, возможно, вы бы ничего не услышали, но стоит вам на наших великолепных дорогах задеть какой-нибудь колодец или люк, или просто трещину в асфальте, то, безусловно, вы бы услышали что-то, если бы что-то было. То есть и с ходовой, и с передней части, скорее всего, есть много всевозможных рычагов, деталей, которые могут греметь, соответственно, если они не приведены в нормальный вид, да, вы бы это сразу бы почувствовали. Но, как вы видите, здесь сглатывается буквально на каждой неровности, вы не чувствуете вообще никакого ни шума, ни звука, все это происходит мягко, все это происходит очень корректно, и в данной ситуации, в данном автомобиле никаких таких проблем нет. Но, безусловно, какой-то звон, какие-то громыхания, вы бы слышали, если бы это было на ней. Ходовая. Ну, BMW достаточно спортивный автомобиль, в общем-то он подходит под классификацию автомобиля спортивного, типа, со спортивным характером, да, поэтому жесткая подвеска у него, и с подвеской, конечно, могут быть какие-то нюансы. Если на этом спортивном автомобиле ездить по оффроуду, например, да? Ну, да, конечно. То есть, не замечая колдобин, там... Да, через какое-то время поездив по любым колдобинам, как бы любая машина сломается, да, ну, BMW в этом плане не исключение. Я думаю, что в этой, в автомобиле BMW есть еще некая такая обманывающая начинающего водителя особенность, что, так как подвеска очень хорошо поглощает все неровности дороги, как бы, вот, съедает эти все бугры и так далее, то у водителя возникает ощущение безнаказанности, да, то есть, что можно радостно прыгать по всем этим колдобинам, вот, и ничего в машине не будет. На самом деле, в автомобиле через какое-то время происходит насыщение этими буграми, колдобинами, то есть, уже она не может уже все их себе удержать, вот, и просто ломается от огорчения. Да, безусловно, конечно, так. Я считаю, что любой водитель должен очень внимательно относиться к своему движению, к своему вождению, и особенно на наших дорогах, где действительно неимоверное количество всех этих неровностей. Так что надо следить, и я никому бы не рекомендовал ездить по ямам, по колдобинам, по каналам. Старайтесь выбирать ровные участки для своей езды, если хотите, чтобы машина ездила дольше. Александр, как известно, лицевая часть автомобиля подвергается наиболее сильному воздействию окружающей среды. Именно на нее летят всякие мухи, комары, птицы, лоси, камни, ну, в общем, все, что может, все вот сюда вот летит, да. Если машина три года честно ездила, она же должна была насобирать какие-то вот внешние повреждения. Или здесь такое мощное лакокрасочное покрытие, что от нее прям все отлетает. Безусловно, вы абсолютно правы, Игорь, конечно же, машина после трех лет эксплуатации ловит на себя массу всевозможных гадостей, про которые вы сказали. Но в основном это касается мелких камней на дороге. И обычно, обычно у таких автомобилей, когда их продает, скажем, немецкий владелец, мордочка, так называемая, она, ну, покрыта такими мелкими сбоями, сколышками, так называемыми. Обычно это начинается снизу от бампера, ну, и где-то вот до вот этого уровня автомобиля. На самом деле здесь нет ничего страшного. Это естественный износ, который происходит при эксплуатации автомобиля. Это абсолютно нормально. Вот. Поэтому, что делают продавцы, которые машины приверяют сюда и продают их здесь, либо это делается в Германии, либо это сделается здесь. Вот эти места обычно перекрашивают родной там заводской краской, которая полностью, сейчас по компьютеру можно подобрать краску так, что она будет просто ноль в ноль. Под цвет машины, да? Вот. Единственное, что, допустим, если это хорошая погода и светлое время, и подкрашена только эта часть, ну, в общем-то, человек визуально это может увидеть, да? Вот. Единственное, что я хочу сказать, что в этом ничего плохого нет. То есть человеку есть выбор. Он может купить машину со сколышками и сам поехать ее подкрасть, если ему это надо. А может купить машину уже покрашенную, подготовленную. Это совершенно не означает о том, что здесь был лобовой удар, и, грубо говоря, полмашины не было, да, на этом месте. Это действительно естественный износ, который просто приводится в нормальный красивый вид. Но я думаю, что для особо неверующих людей все-таки безопаснее для их психики брать машину со сколышками, да? Поэтому они будут знать, что эта машина точно не билась серьезно. Совершенно верно. А те, которые доверяют автомобильным дилерам, они могут, конечно, взять уже ее и покрашиваю. Вот самое уязвимое место у BMW, ну или не несколько мест, не могли бы назвать, вот именно после того, как BMW начинает ездить по дорогам России. Что у него летит в первую очередь? Я бы сказал так, что BMW, в принципе, надежная машина во всех отношениях. Но, как и у любого автомобиля, какие-то проблемы могут возникнуть в любой области. Что могу сказать, что достаточно часто могут возникнуть проблемы с электроникой. Вот в плане, сейчас же машины делаются сильно компьютеризированными. Очень много электроники и всего остального. На самом деле то, что человеку обычному, который хочет просто ездить на машине, сфим не обязательно, да? Масса функций, скажем так, не очень нужных простому человеку. Это делается уже для таких больше, не знаю, экспертов или очень сильных любителей, да? Ну, понятно. Поэтому электроника есть какие-то нюансы. Вот, например, скажем, некая такая болезнь, это вот цифры электронные, которые мы видим на табло с вами, они могут, вот кристаллики, с чего это сделано, они там где-то гаснут, тухнут, да? То есть где-то вот такие моменты возникают достаточно часто у этих машин. Это на каком году жизни обычно возникает? Ну, у новых машин, конечно, этого нет. Ну, где-то, да, вот после трех-четырех лет это уже может возникать. А ремонт дорогостоящий этой штуки? Ну, любой ремонт на этой машине стоит как бы немалых денег, скажем так. Поэтому, ну, одно дело, если это какая-то мелочь, это не будет стоить дорого. Но если надо влезать в мозги компьютера и все остальное, ну, конечно, стоит, неусловно, других денег более. А, то есть это мозги компьютера, это не то, что экранчик там что-то у него там выбивает какие-то пиксели, да? Бывает и так, бывает и по-другому, по-разному, как бы. Александр, а вы знакомы с ценами на запчасти? Вот, например, вам известна стоимость, ну, не знаю, амортизатора переднего какой-нибудь? Ну, я не могу сказать, что я знаком, конечно, с ценами на все автозапчасти, да, какие-то отдельные запчасти, которые приходилось в жизни менять, может быть, я там помню, что-то знаю. Могу сказать одно, что BMW, уровень автомобиля такой, который стоит дорого. И запчасти для него стоят тоже дорого. Есть два варианта, можно ставить оригинальные запчасти на автомобиль, что я бы рекомендовал делать всем. От этого зависит надежность вашего автомобиля, в конце концов, эксплуатация его и, в общем-то, ваша безопасность в первую очередь. Вот, а для более экономных, ну, скажем, может быть, кто ездит на BMW 10, Титам 15-летней давности, таких автомобилей много на наших дорогах, ну, может быть, уже тем людям нет смысла тратить такие большие деньги на запчасти. Можно покупать неоригинальные, ставить какие-то вещи. А есть неоригинальные, но надежные? Это что там, Турция или кто это, Китай или какие-то? Нет, почему? Европейских фирм очень много, которые делают неоригинальные запчасти, они вполне достаточно надежные, вот, но у них ресурс износа все-таки поменьше, чем у оригинальных запчастей, поэтому я бы рекомендовал на дорогие автомобили, ну, скажем, на новые, там, до 3-4-5 лет, все-таки ставить оригинальные детали, особенно это, конечно, касается то, что впрямую зависит на безопасность движения, то есть элементарные вещи, как колодки тормозные, как там, диски тормозные, то есть то, что влияет непосредственно на безопасность, да? Если вы поставите, там, какую-то ручку внутри салона неоригинальную, или какой-то там, я не знаю, кусочек пластика, вы понимаете, ничего страшного нет. Это уже чисто ваш эстетический взгляд на эти вещи, то есть... Ну да, но если от колодки вдруг отвалится ферродот... Ну, конечно, да, то лучше не рисковать, вот, хотя разница в цене, безусловно, есть, разница, наверное, составит, ну, скажем, от 30 до 50 процентов, как минимум. Я бы рекомендовал не экономить на этом. Игорь, прошу вас пойти сюда, давайте посмотрим на боковую сторону этого автомобиля. Так, а что красилось с боковой стороны? На данной машине не красилось ничего, но на самом деле нюансы, опять-таки, могут быть. Нюансы какого характера? Например, наверняка вы видели такие ситуации здесь, в России, в Москве, когда вечером, в темное время суток, а может, иногда уже и в светлое, какой-нибудь нехороший мальчик с каким-нибудь гвоздиком просто идет мимо этого автомобиля по всей его длине и вот так вот процарапывает его, да? Это один из вариантов хулиганства, скажем так. А что, в Германии тоже водятся такие мальчики? Там тоже, я думаю, водятся такие же мальчики. Это как бы чистое хулиганство, да? Соответственно, он может процарапать бок этой машины. Потом, при какой-нибудь там не очень корректной парковке, да, человек может тоже боком задеть там за другую машину, еще за что-то. Ну, понятно. Это вообще совершенно не говорит о том, что машина имела какую-то серьезную аварию. Это может быть. Но, к сожалению, для того, чтобы привести это в порядок, приходится перекрашивать все вот эти запчасти, которые повреждены, скажем так, да? То есть мы не можем за мальчиком с гвоздиком пустить мальчика с черным маркером, да? Или с черным маркером, или с пульверизатором с краской. Да. Не можем, потому что буквально любое нанесение на красочное покрытие какого-то вот такого нюанса требует перекраски всей этой детали в основном. К сожалению, если вот есть маленькая царапина на двери, то мы обязаны покрасить всю эту дверь, для того, чтобы это было одинаково ровно, равномерно и красиво, да? Поэтому вот происходит такая ситуация. Понятно. То есть вот эти все наши старомодные представления о том, что вот мы все время требуем, чтобы автомобиль был не битый и не крашеный, да? То есть не битый и не крашеный, я так понимаю, что это две большие разницы, да? Это две большие разницы. Вот не битый – это одно, не крашеный – это совершенно другое. Поэтому автомобиль может быть покрашен, или какая-то его деталь может быть покрашена, но она делает это только для того, чтобы машина выглядела хорошо, и чтобы владелец не знал проблем никаких, да? Для себя, чтобы ему потом этим не заниматься, только для этого. Более на что нужно обратить внимание при этой ситуации Для того, чтобы понять, машина возможно была битая, а возможно не была битая Нужно очень внимательно смотреть на зазоры автомобиля Зазоры, которые находятся между крыльями и дверьми Просто между дверьми, между стойками, крышами То есть моменты такие Если где-то зазоры не соответствуют даже визуально взгляду равномерности То, соответственно, это может быть проблематичной машиной Значит, с ней что-то делали, значит, машина возможно была в серьезной аварии Если же все вот эти щели, которые здесь присутствуют, равномерные, они должны быть одинаковые Тогда эта машина, скорее всего, хорошая Но, что я могу сказать Вот вы можете посмотреть на примере этого автомобиля Здесь совершенно видно, что все зазоры абсолютно четкие Абсолютно ровные и одинаковые между всеми дверьми А вот мне кажется, вот этот молдинг чуть-чуть повыше А это молдинг, это чисто молдинг сам Да, а почему отклеился молдинг, кстати? Он же не должен отклеиваться Он же не должен отклеиваться Значит, здесь был сильный удар в дверь? Нет, нет, нет Здесь не было удара, никакого удара Тем не менее, молдинг вот Ну, хорошо Ну, мы же должны были найти хоть какой-то дефект Это же все-таки П-ушный автомобиль с пробегом Александр, насколько я понимаю, вы давно в этом бизнесе Вот, и сначала он у нас, конечно, был абсолютно криминальный Какая ситуация сейчас? Кого больше? Белых, серых дилеров, черных дилеров? Ну, в общем, да, конечно Конечно, развитие этого бизнеса шло неуклонно вверх все эти годы Но, скажем, начиналось это, вы правильно подметили Именно, что касается иностранных марок автомобилей В начале 90-х годов Где-то, наверное, вообще уже так более массово стали ввозить машины в середине 90-х годов И, ну, порядка, наверное, 90% машин первоначальных иностранных Именно марок уровня Mercedes, BMW, Audi и подобных им Ездили по дорогам криминальные То есть, это были машины, угнанные из стран Евросоюза По договоренности с хозяевом этих машин Так называемые страховые автомобили Это все было То есть, хозяин подавал на него в розыск После того, как машина пересекала границу? По договоренности он продавал машину человеку за определенные деньги Естественно, это стоило гораздо дешевле, чем стоит такая машина Да, потом получал еще и страховку Да, потом получал еще и страховку Это была очень известная схема, ей пользуются очень многие И, на самом деле, в Москве действительно реально очень много машин ездило таких И именно в те годы, ну, буквально это невозможно было узнать Даже представители ГИБДД, ГАИ тогда Не всегда могли в этом разобраться Потому что действительно было абсолютно непонятно, как это делалось Потихоньку рынок начал приобретать цивилизованный вид Начали появляться сначала серые дилеры Которые завозили эти машины частным порядком из-за границы Но эти машины уже не были угнаны Да, они не были угнаны Они были куплены на авторынках, в автосалонах Европы, Америки Кто чем занимался, как говорится, да И завозились сюда Но там происходили следующие нюансы Машина-то была честная, куплена она была по-честному Но она могла быть, скажем, не до конца растаможенной Потому что у нас был очень длительный период в России Когда были категории льготников Граждан, которые могли льготно завести машины Растамаживать по другому тарифу Чем, скажем, совокупный таможенный платеж, который надо было платить государству Это нельзя было сказать, что это какая-то нелегальная, неофициальная схема Это все было одобрено, это было совершенно все легально-официально Но таможня была дешевле Потом это потихоньку вообще категория тоже исчезла через какое-то время Но появилось деление на таможенные платежи Как бы официальные на новые автомобили Соответственно, на трехлетние, на пятилетние, на семилетние Везде был разный тариф таможенный То есть все это имело право на жизнь Люди завозили машины, растамаживали честно и привозили сюда То есть в общем-то эта схема, она используется и до сих пор До сих пор в порядке завоза физических лиц Они могут завозить до сих пор так машины Криминальная тема в этом бизнесе Стала сходить на нет с появлением уже большого количества официальных дилеров Буквально очень быстро, я не знаю, 5-7 лет может быть У нас появились абсолютно все марки официальные То есть начиналось все там с определенных каких-то марок Потом потихонечку, сейчас у нас представлено все на рынке России Как бы это, видимо, потеряло смысл Это все стало сложнее, наверное Милиция стала в этом разбираться Машины стали отниматься, забираться Что вполне логично, потому что если человек завез машину сюда криминальным образом Не платя никаких платежей, не платя никаких налогов, ничего Здесь все ясно и так любому человеку Сейчас практически этого бизнеса нет Может быть где-то в каких-то отдельных регионах он и присутствует Но в России практически это не пользуется спросом Насколько я смотрю, среди покупателей, среди, как говорится, людей, которые покупают машину В общем-то уже сейчас никто об этом даже не говорит, не разговаривает Никто не хочет, никто не собирается рисковать и покупать Это просто не нужно Ну что же, Александр К сожалению, человечество еще не создало ни одного автомобиля, которому нельзя было бы въехать в зад Как определить, что этой машине не въезжали в зад? Опять же, просто рядовой обыватель не может на взгляд определить, билась эта машина или не билась Для того, чтобы произвести, конечно, более доскональный, так скажем, осмотр Для этого нужно специальное оборудование Поэтому идеальный вариант это поехать на сервис, здесь стапелят Там все это можно посмотреть, специалисты все это вымеряют и так далее Здесь надо просто посмотреть одну вещь Для этого мы открываем багажничек Открываем пол В данной ситуации здесь, опять же, конечно, мы ничего не увидим Потому что здесь видеть, как все чисто, красиво и хорошо Но если снять вот эту обшивку, если у человека есть такое желание посмотреть То надо посмотреть внизу лонжероны Детали сварки Как все там окрашено, кроме все состояния Если это, конечно, сделано идеально, опять-таки, человек это не увидит Но, в принципе, посмотреть это можно Стоит посмотреть, если человек хоть немножко в этом что-то понимает То есть вот только таким образом это можно посмотреть Кстати, опять-таки, те же пресловутые зазоры, которые есть Здесь в данной ситуации вы увидите Вот мы закрываем, вот оно все идеально Ровно здесь, ровно здесь Вот, ровно вот здесь Да? Вот эти фары Да-да-да, где бампер прилегает Да, то есть абсолютно Потому что, естественно, меняется фары, меняется все, меняется бампер Все это подстаковать идеально, как на заводе Ну, практически, ну, вряд ли кто может, да? Но, тем не менее, делается это неплохо Все равно Ну, здесь вот данная ситуация Вот вы видите, насколько все ровно и хорошо Идеально просто полностью все Ага Вот Так, я понял А бы еще заметить такой момент То есть, если человек открывает вот этот вот багажник Сделаем это еще раз Если человек за машиной ухаживает Если человек машину обслужил То у него должна быть машина, безусловно, чистая Я имею в виду немецкого владельца Или нашего владельца, который владел этой машиной Если же здесь вот Открыть вот этот коврик и посмотреть туда внутрь Ну, тут вообще нет ни пылинки, на самом деле Ну, конечно, здесь все чисто Если здесь есть некие варианты Всякой грязи и так далее Давайте я помогу То, о чем это говорит? О том, что владелец этой машины был неаккуратным человеком И, скорее всего И от этого умер Да, и, скорее всего, точно так же Если он сам неаккуратный, значит, так же неаккуратно он следил за своей машиной По большому счету Вот, если же здесь все чисто, хорошо Значит, хозяин был человек аккуратный Значит, обслуживал машину вовремя Делал все правильно Это чисто визуальные такие простые примеры Еще хочу обратить внимание При покупке автомобилей на следующие Машина должна быть укомплектована Тремя вещами Это должен быть баллонный ключ, домкрат И если есть секретка на колесах То должна быть вот эта секретка Ну и запасное колесо, насколько я понимаю Да, и, безусловно, запасное колесо Вот эти три вещи должны быть в машине Обязательно На все остальное не надо обращать внимания Это не обязательно должно быть Так, ну что ж, пожалуй, к багажнику тоже претензий никаких нет Александр, у нас в программе есть постоянная рубрика Кнопочки, фишечки, лампочки Расскажите кратенько, какие здесь есть кнопки, опции Потому что, ну, мы же расскажем сейчас про новые автомобили А этот трехлетний или четырехлетний Поэтому уже что-то могло измениться Да, на самом деле В моделях, которые могут быть выпущены в этом году И в прошлом году Там появилось еще, может быть, каких-то более дополнительных опций Функции и так далее Но конкретно в этом автомобиле Который мы с вами тестируем Для хорошей, спокойной, нормальной езды водителя Есть все необходимые функции Которые должны быть И даже более чем, да Скажем, может быть, даже не все ему нужно Вот Эта машина имеет Как мы уже говорили, коробку автомат Стептроник Словно же, переключение ручной Гидравлический руль Полностью электрический пакет У него все стекла электрические Сидения электрические Электрические зеркала То есть человеку, естественно, из салона Не нужно выглядывать наружу для того, чтобы что-то отрегулировать Здесь все это делается внутри салона А они с подогревом или без? Эти зеркала автоматически с подогревом Они уже сделаны То есть как только мы с вами заводим мотор Эти зеркала уже подогреваются Здесь также расположен двухзонный климат-контроль В этом автомобиле То есть с возможностью регулировки пассажира и водителя По отдельности своих секторов климат-контроля Эта машина имеет Сейчас уже известную на BMW систему Ай-драйв? Ай-драйв То есть путем вот этой великолепной клавиши Можно приводить в действие все функции этого автомобиля Что касается климатической установки Навигации и всевозможных развлечений, которые здесь есть Но функция здесь на английском или на немецком? Да, в связи с тем, что машина это из Германии Здесь, естественно, у нее там два языка Немец и английский Вот Сейчас уже машины, которые сюда поставляются официально к официальным дилерам Имеют, естественно, перевод на русский язык Все уже здесь полностью написано на русском языке Вот Мало того, здесь навигация в этом машине стоит европейская С диском для Европы Вот Но здесь, в Москве уже сейчас без всяких проблем Можно купить, приобрести диск Официальную версию с нашими дорогами, с нашей навигацией То есть эта навигация будет уже работать для России без всяких проблем Также здесь присутствует партроник в этом автомобиле, как мы уже говорили Вот здесь есть кнопочка, которая вот включает его и выключает Вот, причем партроник здесь отображается на экранчике То есть очень удобно Вы и слышите звук, и плюс к этому видите все Что очень удобно Вот Подогрева сидений Тоже в трех позициях То есть отдельно пассажир, отдельно водитель Очень удобная вещь, это мультифункциональный руль Практически сейчас он идет уже на всех моделях Но раньше была достаточно редкость Это очень удобная вещь Потому что не убирая рук с руля В процессе езды вы можете регулировать каналы музыкальные Громкость уменьшать В этой машине есть функция Bluetooth Если у вас здесь стоит телефон, вы можете говорить Не снимая рук с руля То, что в принципе сейчас обязательным является для вождения Большое вам спасибо за интересный рассказ о кнопочке, ручке и мышечке Спасибо Игорь, мы провели с вами достаточно обширный тест-драйв на 530-й BMW Хотелось бы услышать ваше мнение Что вы скажете? Все-таки есть ли сильное большое отличие нового автомобиля от поддержанного трех-пятилетнего? На ваш взгляд Я абсолютно искренне говорю, что я точно таком же BMW Ездил 4 года назад в Австрии Была школа экстремального вождения BMW В Зользине В горах, на снегу Была прекрасная новая машина Она вела себя абсолютно так же, как эта Я вообще разницы не заметил И это еще раз меня укрепило в мысли, что Особенно в условиях кризиса Покупать себе новый автомобиль Ну, могут позволить те люди, которые раньше могли их покупать себе десятками Те люди, которые в условиях кризиса продолжают где-то работать, что-то зарабатывать Вот для них сейчас оптимальная возможность, как мне показалось, купить все-таки автомобиль поддержанный За очень низкую цену Насколько низкую, кстати, Александр? Вы знаете, Игорь, сейчас вот именно в данной ситуации В связи, как вы правильно заметили, с финансовым кризисом Со всей обстановкой, которая происходит в России и вообще во всем мире Объявлены беспрецедентные скидки на автомобили 3-5-летние Поэтому самое время сейчас Человеку, который задумывался о покупке машины Может быть, чуть раньше или в это время Сейчас самый момент для покупки Потому что цены упали очень низко Практически любой дилер, как официальный, так и неофициальный Сейчас рад избавиться от автомобиля в том плане, что просто продать его Поэтому цены сейчас очень низкие Самое время для покупки Все-таки человек, который покупает автомобиль в трейдинге 3-4-летней давности Больше всего человека боится попасть на ремонт Еще раз подытожьте Вот эти ремонтные ужасы, которые его ждут Игорь, здесь надо понимать следующее Что любой человек, который покупает поддержанный автомобиль Он изначально должен понимать и представлять момент того Что этот автомобиль по-любому не новый Если человек хочет не иметь проблем Не испытывать в ближайший, скажем, год никаких финансовых вливаний в этот автомобиль То он должен пойти и купить новый Но, как мы уже с вами обсуждали ранее Цена на новый автомобиль существенно отличается от цены на трехлетний поддержанный автомобиль Это практически 50%, мы это уже говорили Поэтому человек должен понимать о том Что, конечно, какие-то вложения Какие-то вложения, безусловно, он будет иметь Покупая поддержанную машину Другой вопрос Что если эта машина не ездила по российским дорогам Если эта машина ездила по немецким идеальным автобанам Обслужилась в немецких автосервисах В немецких дилерских центрах Где, вы сами понимаете, немцы народ очень скрупулезный, точный И которые ездят на технической обслуживании своих автомобилей Ровно тогда, когда это надо делать Человек не будет тянуть какое-то время Он поедет и сделает И заплатит за это деньги Соответственно, эти машины совершенно другого уровня и другого качества Покупая сейчас автомобиль Практически ниже его себестоимость, поддержанный Даже если человек вложит деньги в ремонт каких-то там серьезных агрегатов Сумма все равно получится значительно меньше, чем если бы он купил новый Это совершенно неадекватная разница в ценах Потому что купив машину сейчас С этими скидками, которые сейчас предоставляют практически все автодилеры Как официальные, так и неофициальные Вложив, ну может быть, 15-20% от этой разницы Человек уже получит фактически новый автомобиль Потому что он сможет уже поменять все, что необходимо И даже более того Впрочем, как всегда, это было наше достаточно субъективное мнение Вы можете делать выводы сами И покупать автомобили там, где больше нравится вам А мы сегодня просто протестировали для вас поддержанный BMW 530 Четырехлетней давности Я постарался рассказать вам все, что мог Все, что я знаю Надеюсь, что мои советы помогут вам В дальнейшей покупке и эксплуатации данной машины А если вы вдруг что-нибудь из этих советов не запомнили То посмотрите нашу программу еще раз Или еще несколько раз Благо ее повторяют До новых встреч! До новых автомобилей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин